добрый день еще раз опять 9 января другая идея давно хотел ее озвучить оформить доделать довести развести не инвесторов а в смысле развести на разные вариации значит эта идея двойной игры состоит она как бы в следующем что опционные комбинации имеют свои тренды в отличие от трендов базового актива если они находятся если они имеют ну как бы говоря греками маленькую дельту или находится далеко от рынка то есть скажем фьючерс на нефть имеет свою жизнь допустим рейтл спред на этот фьючерс далеко вне рынка он имеет свою жизнь и корреляция может достаточно условно и более того фьючерс может идти против комбинации комбинации все равно может приносить деньги если она достаточно далеко это там превосходит вот дельту таких вариантов по опционам достаточно много отдельная тема идея двойной игры стоит том что внутрь тренда как бы опционной комбинации можно вставить ну как бы все равно происходит колебания рынка в связи с тем что дальние опционы из-за волатильности из-за деформации нарушения на как бы рынках базовых активов все равно происходит возмущение деформации они происходят не момент не одномоментно а с некоторыми запозданиями задержками и не одновременно с одинаковой силы в разных точках другими словами на разных страйках может быть разное повышение или понижение волатильности что в общем то можно наблюдать каждый день на открытие рынка на выходе данных значит и в происходит такие колебания таких как бы комбинации опцион то есть это можно было бы нарисовать следующим образом что есть как бы определенный инвестиционный цикл ну там допустим два-три месяца ну вот например если это ratio spread у ratio spread есть далеко вне рынка у него есть например такой тренд что то есть точка нуля когда комбинация стоит 0 сначала она минусовая потом она двигается в сторону нуля потом становится плюсовой то есть грубо говоря ratio spread я имею ввиду классический то есть один купил два продал например ну например возьмем грузу на фьючерсах как бы двойная игра имеет большую силу там вот эти колебания смотрю сильнее а маржа меньше возможно из-за маржинальных требований имеется ввиду там какой-нибудь классический то есть один купил там два продал так опять она нас это съела страйки но вот форму вот такая но разница в том что да вот этот он практически на рынке ставится поэтому тут высокие дельты так сейчас мы тогда надо будет ввести еще а я подразумеваю далеко вне рынка это значит сейчас мы введем страйки достаточно много 700 и 900 и тысячные ну вот например по июлю ну или по маю да или по маю например имеется ввиду например это может быть такой rate of spread один покупаешь 2 продаешь или здесь один покупаешь 2 продаешь соответственно баланс у них разный понятно что этот будет надо будет заплатить а здесь вы немного получите то что я говорил про тренд потому что у этого больше время и по июля он идет из минуса вот отсюда а этот уже находится здесь но все равно у нее потенциал по rate of spread можно примерно прикинуть такого значения плюсом на растет да как это выглядит допустим по мая к сожалению на далеких опционах именно из-за того что тут большое значение имеет как бы десятые доли программа ничего путевого не показывает общем ну то есть вот события там в районе каких-то 100 долларов происходит наверное теоретически она так и есть потому что дельта позиции она равна дельта 154 то есть почти ничего а на июля она побольше 637 а здесь она значительно выше колебания больше наверное вот побольше будет профиль то есть не экспирацию гарантированный плюс но зато дельта минусовая вот но тут все гладкие и сглаженные линии на самом деле если вывести график такого rate of spread а то он ведется не как тренд в смысле имеет тренд но при этом колеблется двойная игра состоит в том чтобы открываться то есть в первое это собственно некоторая некоторый инвестиционный замысел там 23 или сколько-то месяцев и коротко играет когда колебания происходят от средней это происходит практически внутри дня в том числе то есть можно весь тот же тренд пройти на короткой игре а можно это делать двумя путями этим этим а можно это рассуждать таким образом что если вы зашли на короткую игру но по тренду и допустим не смогли выйти зависли но в открылись допустим выше средней линии то тем не менее ваша позиция условно спекулятивная превращается инвестиционную из два-три дня превращается в два-три месяца ничего страшного не происходит значит для вот этой второй игры короткой опять же осмысленно использовать автоматизированные как бы торговой системы поскольку надо сканировать достаточно большую базу данных то есть во первых как это выглядит на интерактив брокер например если вывести тут же кукурузу месяц вот этот рейтинг спрят который я там показывал видно что тренд меняется очень медно бары широкие но средняя линия немножко поднимается то есть из минусу он стремится к нулю если посмотреть на дейли ну смысле там допустим два последних часа то наверно кип нет то есть вот чистокол этих баров на самом деле там по реальным сделкам определенные определенные колебания от среднего есть а но здесь видно вот вот это реальный сделать вот здесь можно было условно открыть здесь можно было закрыть и это правда такие колебания происходят и вот этот тренд опционный то есть это где одна составляющая такой комбинации вторая конечно составляющая это тренд базового актива то есть для таких сделок важно что вторая составляющая была минимальная то значит что сделки должны быть как можно дальше от рынка чтобы вынести далеко за пределы рынка значит надо обратиться к дальним месяцам вот тут такая вот идея ну вот например для того чтобы допустим вот есть матрица опционов эти варианты они могут быть как по маю как по июлю так по сентябрю следующего месяца кроме того они могут быть по страйку 700 800 там 750 и 750 то есть во первых вариации возникают по вертикали во вторых по горизонтали то есть чисто по радио спреду один к двум это может быть только по кукурузе несколько десятков вариантов которые надо отслеживать но если мы возьмем там другие активы соответственно все увеличивается но если мы возьмем допустим радио спред один к трем то это уже как бы другая песня хотя принцип там повторяется вот такая идея в которой нужны будут действительно автоматизированные торговой системы или механизирован торговой системы ну хотя бы на уровне нахождения деформации причем через лупу конкретных опционных стратегий и вообще допустим как это делают маркет-мейкеры по вертикали кстати деформации естественно дольше живут на опционах по горизонтали потому что их труднее вычислить труднее заметить а главное труднее ответить на вопрос как какая правильная цена по вертикали есть действительно формула справедливая когда есть условно говоря страйк там 700 710 720 и этот внутренний страйк 710 он может ну во первых только в зоне нижнего и верхнего ходить кроме того мы в зоне определенной при которых невозможен арбитраж поэтому вертикальные деформации они как бы исчезают быстрее но тем не менее они существуют особенно если речь идет до составной опционной комбинации вот такая вот идея вот здесь есть еще проблема с данными потому что например вот по кукурузе чистокол просто беда фасков а иногда когда ликвидность увеличивается видно что спреды вот это конкретно вот это вот этой сделки арте спреда снижаются вот допустим по серебру совсем некорректно нарисует то есть чтобы понять что там происходит это надо выделить там часа 4 посмотреть что там было на такой же сделки ну или два нет ничего путевого иногда они что-то меняемая дают по интерактив брокера на опционную комбинацию иногда не дают что тут отдельно еще проблема данных графического отображения хотя если деформации ищет система такая то в общем то графическое изображение вещь вторично там уже заранее известно при каких курсах отклонениях надо покупать или продавать вот такая вот идея спасибо